Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Партнер программы новости – медицинский центр «Анапа-Океан». В эфире новости «Анапа-Регион». Я Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня в выпуске. Надо заниматься своим делом, своим бизнесом. Надо быть креативным, надо быть смелым, надо быть дерзким. Уроки бизнеса. Школьники со всего Южного федерального округа учатся в Анапе реализовывать собственные предпринимательские идеи. Приди, выдели 15 минут своего времени и просто сдай кровь, поделись и спаси, наверное, чью-то жизнь. Капля крови ради жизни. Анапская молодежь протянула руку помощи тем, кто нуждается в донорской крови. Путь к мечте. Анапский вокалист покоряет большие сцены и держит курс на главный театр страны. Администрация города-курорта совместно с Анапской межрайонной прокуратурой провели прием граждан, чьи права нарушены при инвестировании денежных средств в строительство многоквартирных домов. Работу с обманутыми дольщиками организовали во всех муниципалитетах Кубани по поручению заместителя генерального прокурора Российской Федерации Андрея Кикотя. Работу с обманутыми дольщиками организовали во всех муниципалитетах Кубани. Первые на приеме главы города-курорта, исполняющего обязанности Анапского межрайонного прокурора, дольщики с улицы Парковой, 60. Для завершения строительства, которое длится с 2007 года, необходимо поставить правовую точку в земельном вопросе. Вопрос объединения этих участков. Один участок, 56-й, уже в аренде находится у нас. Второй участок, 58-й, это было заседание суда 27 ноября. И если обязали администрацию о заключении? Да, вот было принято, как говорится, положительное решение. Теперь, чтобы решение суда вступило в законную силу, ну, месяц должен пройти. Мы надеемся, что это так и будет. Пройдено немало судебных инстанций. Администрация города в течение двух с половиной лет боролась за передачу федеральной земли в муниципальную собственность. Все мы, и прокуратура, и администрация, мы стремимся вот к этому треугольнику в 45 сотых, для того, чтобы их объединить и в конце концов решить этот вопрос. Понимаете, можно о чем угодно говорить, но приоритет все равно гражданам, вы же ни в чем не виноваты. По той же улице Парковой, но уже под номером 79, самый проблемный на сегодня объект – Анапский проект. Анапская межрайонная прокуратура держит в прицеле внимание этот долгострой, защищая интересы людей. Первые меры реагирования, которые были приняты, и вообще спасли, по большому счету, хоть какое-то имущество, строение, краны, сохранили имущество, мы обнаружили. Сейчас тоже нами была проведена проверка, вот вы то, что говорили, да, про 196-е, это тоже нами была проведена проверка, да, результат, на которой сейчас должно быть принято будет решение, да, с целью возбуждения уголовного дела по банкротству, да, предназначенному. Проект очень серьезный. Как? Кому передать, чтобы заинтересовать? Люди готовы даже выйти на ноли инвесторы, чтобы по нолям, по нолям не получается. Тем не менее, поиск инвестора не прекращается. Добросовестным строителям рекомендовано рассмотреть возможность завершить стройку. На прием в прокуратуру 6 декабря пришли не только обманутые дольщики. Были пострадавшие в рамках уголовных дел, жертвы мошенников. Например, двойные продажи на Северный-1. Были участники конфликтных ситуаций, как на Солнечной-54. Александр Поляков выделил отдельный день для рассмотрения таких вопросов. Прием длился в течение 4 часов. Выслушаны были 54 человека. Все поступившие обращения взяты на особый контроль. 69 школьников из Южного федерального округа начали игру в бизнес в прямом смысле этого слова. Они прошли специальные отборы и собеседования. Теперь на базе детского оздоровительного лагеря «Энергетик» расположился виртуальный город. На его улицах должны будут появиться новые предприятия. Лучшие получат возможность бесплатно обучаться в одном из престижнейших вузов страны на специализированном факультете. Упражнения на тимбилдинг, построение команды. Молодые люди сегодня впервые встретились. В центре зала – город 404. В интернете это номер ошибки, когда кто-то пытается открыть несуществующую страницу. Имеется в виду, что действие происходит в виртуальном пространстве. У условного города есть мэр. Движение молодым людям показывают вожатые. По легенде – главы районов. На карте уже есть автозаправка и еще несколько предприятий. Будущие три дня покажут, у кого получится в одиночку или вместе вписаться в существующую экономику. Ресурсы можно будет добывать, выигрывая различные конкурсы. Проект называется «Капитаны». Цель – вызвать у молодежи интерес к предпринимательству. Это финал для Юга России. Сегодня здесь 69 школьников. Четверо из них получат гранты на обучение на факультете бизнеса Российского экономического университета имени Плеханова. Активная, жизнерадостная, умная молодежь, что есть и будущее в нашей стране, в нашего региона. Мы на правильном пути со стороны администрации Красноярского края. Мы готовы, насколько я знаю, данный конкурс будет у нас не только в этом году, он станет ежегодным. Мы готовы тоже помогать, участвовать, чтобы все больше и больше ребят осознавали, что надо заниматься своим делом, своим бизнесом. Надо быть креативным, надо быть смелым, надо быть дерзким. И тогда все в жизни получится. Егор из Краснодара. О проекте узнал в интернете. Он один из 5000 юных жителей Кубани, который заполнил анкету. Молодой человек мечтает улучшить российскую кино- и видеоиндустрию. Допустим, создать какой-то свой видеохостинг и там уже продвигать молодых и перспективных видеоблогеров. Дарают кометражки, фильмы в целом полностью, полнометражные фильмы. В Анапе сегодня с основами экономики и предпринимательства знакомятся около полутора тысяч студентов и школьников. Уже есть те, кто принимает участие в соревнованиях разного уровня, в том числе организованных по методике WorldSkills. Два минувших воскресенья подряд муниципалитет организует поездку юных анапчан в Крымск на специальную образовательную площадку. Сказать, насколько сейчас это будет в дальнейшем у них реализовано, я не могу. Но, безусловно, уже просматривая 4 года, допустим, когда мы этим занимаемся, ну так активно, системно, на постоянной основе, мы говорим о том, что есть определенный рост, люди молодые задумываются, кем же им стать. И одним из таких пунктов для понимания все чаще на повестке дня у нас возникает именно предпринимательство. На краевом уровне идет разработка стратегии 2030 и возможно, что кто-то из этих молодых людей уже сделает свой вклад в ее реализацию. Пока же у участников есть три дня, чтобы показать свои лучшие качества. А главное – соизмерить желание заниматься бизнесом с возможностями, складом мышления, умением продвигать свои идеи и быстро ориентироваться в меняющейся обстановке. Александр Ребекко, Михаил Григорьев, Анапа-регион. Наличие тахографа в грузовых автомобилях проверяют автоинспекторы Анапы. Специальные устройства призваны контролировать соблюдение водителям скоростного режима, а также режима труда и отдыха. Соблюдение технического регламента необходимо для безопасности всех участников дорожного движения. Как показывают проверки, тахографами оснащена только половина техники. Кроме того, некоторые водители не имеют медицинского осмотра, допускают перегруз авто. Иногда в погоне за заработком выходят на рейсы в неисправных автомобилях и даже после предупреждения не торопятся ехать на СТО. Однако все нерадивые водители так или иначе будут призваны к ответственности. В случае выявления водителей, управляющих транспортным средством с технической неисправностью в рулевом управлении, сотрудники отдела ГИБДД сталкиваются с тем, что водители продолжают совершать административное правонарушение, то есть садятся в данный автомобиль, пытаются уехать, хотя данный автомобиль уже задержан, водитель отстранен. И в дальнейшем сотрудники пресекают данное нарушение и составляют в отношении водителям административный материал по ст. 19.3 за невыполнение законного требования сотрудника полиции. Хотелось бы предупредить водителей грузового транспорта, что в случае неповиновения законного требования сотрудника полиции данные административные материалы направляются в суд. С начала этого года сотрудники Анапского отдела ГИБДД составили 2320 протоколов на водителей грузовых автомобилей. Но нарушения водителями этой категории не прекращаются. Автоинспекторы каждый день выявляют потенциально опасных участников дорожного движения и спрашивают по всей строгости закона. Благодаря этой работе число аварий с участием больших грузов в Анапском районе снизилось. Несколько десятков молодых анапчан пришли сегодня в городскую больницу, чтобы сдать кровь. Среди них уже есть доноры со стажем. Многие решились в первый раз. Медики отмечают существенный рост желающих стать донорами по сравнению с прошлым годом. Путь к донорству начинается с анкеты. Вопросы, начиная от общего самочувствия, заканчивая нюансами, связанными со здоровьем. Обязательно на смотр врача с измерением давления, предварительный анализ крови. С самого утра в отделении переливания крови очередь. Так молодежные активисты отмечают День добровольца. Организаторы акции, Краевой центр молодежных инициатив и управление по делам молодежи города-курорта. Если ты не знаешь, как тебе быть полезным, может быть, нашему обществу сейчас, то приди, выдели 15 минут своего времени и просто сдай кровь, поделись и спаси, наверное, чью-то жизнь. Покажи какую-то помощь, потому что это на самом деле не трудно. 15 минут утром паспорт взять, прийти сюда в отделение переливания крови и сделать вот такое благородное дело. В первый час пришли около трех десятков человек. Среди них есть опытные доноры, которые приходят уже в пятый или шестой раз. А есть те, кто пришел впервые. Организаторы говорят, что именно они в итоге становятся агитаторами. В отделении переливания крови отмечают рост желающих стать донорами по сравнению с прошлыми годами, ориентировочно на 7-8%. Анна пришла с мамой и будущим мужем. Именно она предложила идею. Все сдают. И мне хочется попробовать, узнать, что это такое. Мы первый раз сдаем кровь. Я давно хотел это сделать. Я сам из Омска, пожил некоторое время в Москве, поэтому сначала в Омске хотел сдать кровь. Но как-то не дошел до больницы, потому в Москве хотел сдать кровь. Опять же не дошел до больницы, все, работа, работа. А тут как-то вот ноги дошли. Вот девушка предложила вместе в компанию. Как-то вот получилось, что дошел до больницы. У них всегда положительные идеи, поэтому я на них реагирую положительно. У меня подруга, почетный донор, уже не один раз. А я не могла сдавать по состоянию. Потому что я боялась, кровь и падала в оборог. Сегодня, надеюсь, не упаду. Я не буду смотреть на нее. Медики говорят, что многое зависит от случая. Но запас крови необходим всегда. При том, что у человека ее в избытке. Это напоминание о тех временах, когда наши предки рисковали жизнью едва ли не каждый день. А централизованной медицины и единого банка крови еще не существовало. Если, допустим, у человека в среднем 3-5 литров крови, в зависимости от возраста, в зависимости от веса и пола, то в циркуляции участвует от 1,5 до 2 литров крови. Ну, в среднем 1,5 литра крови. То есть остальная кровь находится лишняя. Она находится в селезенке, как депо на хранении. И это связано с тем, что, допустим, какая-то экстремальная ситуация. Она выбрасывается из селезенки и восполняет кровоток. Ну, то есть однократная сдача 450 мл крови к правопотерю не влияет на состояние организма. В отделении принимают по вторникам и четвергам. Молодежные активисты призывают каждого провести свою маленькую акцию, которая в итоге поможет спасти чью-то жизнь. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа. Регион. 764 анапских школьника написали итоговое сочинение. Оно является допуском выпускников к обязательной государственной аттестации. Экзамен прошел 6 декабря по всей России. Результатом является зачет или не зачет. Если выпускник получит недовлетворительный результат, ему предоставится возможность для пересдачи 7 февраля или 16 мая будущего года. К основному этапу сдачи единых государственных экзаменов допустят только выпускников, получивших по сочинению зачет. Итоги сочинения еще не подведены. Результаты будут озвучены не раньше 13 декабря. Анапский вокалист Илья Смирнов стал лауреатом первой степени шестого открытого фестиваля детского творчества «Попутный ветер», который завершился на прошлой неделе в Новороссийске. Среди десятков конкурсантов со всего Краснодарского края он сумел покорить сердца зрителей и строгого жюри, которое безоговорочно присвоило ему победу. Именно эта песня, которую Илья Смирнов посвятил своей маме и принесла победу юному дарованию на фестивале «Попутный ветер». Этот неповторимый альт уже знают не только в Анапе, но и за ее пределами. Хотя еще несколько лет назад никто и не догадывался, что в обыкновенном мальчишке скрыт такой огромный музыкальный потенциал. У нас в семье, я не знаю, что кто-то так пел, может быть и пели, но мне это неизвестно. Чисто случайно он начал ходить на скрипку, и в процессе обучения преподаватель просил петь, пропевать ноты. То есть скрипка дала ему такой толчок, возможно, четкой, правильной интонации определенных нот. И он потихоньку начал петь, выступать где-то, просто детские песенки. И мы как-то поняли, что надо, наверное, дальше развиваться и пошли на академический локаут. Сейчас в репертуаре Ильи несколько десятков песен. В основном это классические произведения Михаила Глинки, Александра Варламова, Сергея Рахманинова. Практикуют вокалист и зарубежную классику. Сложность заключается в иностранных языках. Вот. Приходится... Иногда есть такие песни на иностранном языке. Вот. И приходится его учить. Ну, не весь, конечно, учить, просто фраза сложновато. «Ава, Мария» я пою на итальянском, на латинском, на русском. «Мама» песня я пою на итальянском. «Что, что опустило глаза» тоже на итальянском. «Вернись с оренто» на итальянском. Талант – это только 50% успеха. Немаловажно суметь поставить голос, выделить акценты и сильные стороны. Все это лежит на педагоге. Профессиональный наставник Ильи, Эвелина Кочурина, гордится своим подопечным и благодарна судьбе за то, что в свое время этот вокалист попал именно к ней. Такой, действительно, самородок бывает очень редко. Я так просто уверена в том, что у каждого педагога это может быть в жизни, может быть, раз, может быть, два максимум таких учеников. То есть он для меня как награда, потому что такой талант, вы сами понимаете, он встречается довольно-таки редко. Ну а занятия вокалом, прикажущиеся, легкости, очень трудны. Как сказал один мой знакомый артист, этот легкий, трудный жанр». В этом непростом направлении Илья планирует развиваться и дальше. Его самая большая мечта – петь на сцене Большого театра. И свои маленькие, но уверенные шаги он делает уже сейчас, не пропуская ни одной репетиции. В данный момент готовит новые сольные выступления. В марте следующего года он примет участие в краевом конкурсе солистов-фокалистов. Руслан Душевский, Анапа-регион. Далее информация о наших партнерах. Производство на предприятии «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Деловой партнер программы новости «Медицинский центр Анапа-Океан» предлагает качественную комплексную медицинскую помощь, начинает первичные консультации, диагностики, амбулаторно-поликлинического и стационарного лечения, включая реабилитацию, доверяйте свое здоровье профессионалам. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. Я с вами прощаюсь. До встречи. Медицинском центре «Анапа-Океан». Первичный прием специалиста абсолютно бесплатно. И скидки до 20% на весь спектр услуг. «Анапа-Океан». Ваше здоровье в надежных руках. Подробности по телефону 42419. Медицинском центре «Анапа-Океан». Продолжение следует...